Сегодня ночью в Екатеринбурге на завокзальной 28, в промышленной пятиэтажке, где, судя по вывеске, дислоцируется компания Неватом, приключился пожар. И надо заметить, очень дымный, такой очень черно-дымный пожар. Дым валил из окон 4-го и 5-го этажей, и в связи с этим на завокзальную прибыли 4 пожарных машины с 15 бойцами, автомобиль газодымозащиты и было создано два звена ГДЗС. Но, понятно, не для того, чтобы выводить на улицу людей, ибо ночью на предприятии никого не было, а чтобы разыскать в дыму эпицентр воспаления. А это оказалось непросто, потому что огонь сокрылся в железных ящиках. Кто-то любопытствующий возопит, в каких еще ящиках? Показать можете? Нет. Предприятие не в том, не сказать, что ошибка сверхсекретная, но по заявленному протоколу поведения, фото и видеосъемка на территории запрещена. Так что оператора не пустили внутрь ни во время задымления, а в это время он и сам туда особо не ломился, ни после утушки. А на словах огнеборцы просили передать, что эпицентр воспаления затаился на четвертом этаже, прикиньте, в мужской раздевалке, а конкретно в шкафчиках для хранения рабочей одежды, которую, видимо, сушили на электросушилке. Газодымозащитники очаг в дыму и темноте разглядели и по бырику замочили. Площадь пожара оценили всего-то в 3 квадратных метра, но количество дыма говорит, наверное, о засаленности рабочей одежды. Возможно, она была пропитана маслами и потому так по-черному активно чадила. После утушки полыхающей одежды огнеборцы все проверили и проветрили. И вот последнее слово «проветрили» оно прямо в тему местного производства. Дело в том, и это сейчас не реклама, что компания «Ниватом», имеющая филиалы по всей России, от Питера до Владика и в сопредельном Казахстане, занимается производством, прикиньте, промышленного вентиляционного оборудования. Казалось бы, если на заводе делают мощную вентиляцию, то и на самом заводе должна стоять мощная вентиляция, которая черный дым в теории должна была высасывать еще до его образования, но нет, проветрили.